Лесные братья. Термин «лесные братья» неофициально используется для обозначения массового партизанского движения, которое в 40-х-50-х годах прошлого века охватило Литву, Латвию и Эстонию и боролось против советской власти. Отношение к лесным братьям у историков неоднозначное. Вопрос сегодня крайне политизирован. Балтийские власти считают партизан героями и патриотами, а российский МИД, к примеру, настаивает на том, что лесные братья – союзники нацистов, то есть военные преступники. В реальности однозначной оценки нет, поскольку не было общего единого движения партизан, а люди уходили в лес по самым разным причинам. Кто шел в лесные братья? Противники советской власти и сторонники независимости? Родственники тех, кто был репрессирован? Или люди, бежавшие от репрессий? Крестьяне, недовольные коллективизацией? Молодежь, которая уклонилась от призыва в Красную Армию? Бывшие солдаты и офицеры Балтийских стран? Легионеры эстонской и латышской дивизии ВАФН-СС? И те, кто сотрудничал с оккупационными германскими властями? Период деятельности лесных братьев. Начало в 44-м, когда Красная Армия выбивает немцев и возвращает себе контроль над Балтийским регионом. Возникают первые вооруженные отряды, которые не признают советскую оккупацию. А в конце 50-х НКВД рапортует, что движение лесных братьев полностью уничтожено. Сопротивление длилось 15 лет. Как воевали лесные братья? На первом этапе, в середине 40-х, они открыто вступали в бой с частями Красной Армии. Важно было показать, что национально-освободительное движение существует, и ему нужна поддержка. Известно, что западные страны оказывали небольшую военную помощь повстанцам, так как не признавали легитимность советской власти в странах Балтии. Однако в боях с превосходящим противником партизанские соединения были уничтожены и распались на мелкие группы. Они действовали самостоятельно и опирались на поддержку местного населения. С этого момента лесные братья перешли к тактике партизанской войны. Диверсии на транспорте, уничтожение хозяйственной инфраструктуры и террор против тех, кого не считали предателями. Партизаны казнили партийных активистов, комсомольцев, милиционеров, председателей колхозов, врачей и учителей, а также их семьи. Достоверно известно о смерти более тысячи детей. И с не меньшей жестокостью действовала и советская власть. Коммунисты провели в Балтийских республиках раскулачивание и массовую депортацию населения в Сибирь. Речь шла о сотнях тысячах людей, из-за чего движение лесных братьев значительно ослабело. А в результате карательных операций НКВД сошло на нет. Эстония В Эстонии отряды сопротивления стали возникать еще в 40-41 годах, как реакция на красный террор. С началом наступления немцев лесные братья развернули активную борьбу. Их вооруженные столкновения с частями Красной Армии, милиции и истребительными батальонами летом 41 года называют в Эстонии летней войной. В 44-м, после возвращения советской власти, лесные братья возобновили свою войну. Единого движения не было, действовало полсотни групп. Наиболее крупными организациями считались Союз Вооруженного Сопротивления и Комитет Освобождения Эстонии. Воевали они до 1953 года. Эстонское сопротивление было малочисленным, порядка 15 тысяч человек. Из них погибло около 2000 партизан. Сами лесные братья уничтожили около 1000 человек. Латвия. Первые партизаны появились на востоке Латвии летом 1944 года и часто состояли из русских жителей, которые хотели избежать призыва в наступающую советскую армию. Но больше всего бойцов в партизанское движение пришло из латышского легиона СС. Всего действовало 64 группы. Руководство осуществлял Латвийский национальный совет. Борьба лесных братьев продолжалась до 1956 года. По разным оценкам в Латвии насчитывалось до 40 тысяч партизан. Потери от двух до трех тысяч бойцов. Сами лесные братья уничтожили порядка 2000 человек. Литва. В Литве партизанское движение было самым мощным из всех Балтийских республик. Литовцы никогда не использовали термин «лесные братья». Они называли себя «воинами свободы». Хотя действовало около 300 групп, литовские партизаны были хорошо организованы. А в феврале 49-го даже провели свой съезд, на котором учредили движение борьбы за свободу Литвы «Саюдис» и приняли политическую декларацию. Спустя 50 лет Сейм Литвы утвердил эту декларацию как основополагающую для страны. То есть партизанское движение рассматривается в Литве как важный исторический этап борьбы за независимость. А лидер партизанской армии Йонас Жемяйтис Витаутас считается одним из президентов Литвы. Но движение проиграло. В 1952 году руководство «Воинов свободы» издало приказ о прекращении вооруженных операций и переходу к подпольной деятельности. В 1955-м советская власть объявила амнистию, и многие партизаны вышли из леса. Однако отдельные группы продолжали сопротивление еще много лет. В рядах литовской партизанской армии по некоторым источникам насчитывалось до 100 тысяч бойцов. Из них погибло от 25 до 30 тысяч. Столько же человек уничтожили сами партизаны.